Меня зовут Владимир Иванович, приветствую на своем канале. В предыдущем фильме загадочные столярные буковки я изготовил 4 буковки, из которых было выложено слово ЛЕГО. На самом деле, конечно, это другое слово. Во время изготовления буковок я брал заготовку и озвучил. Ширина этой заготовки 12, 12 миллиметров, чтобы вас натолкнуть на мысль, что может цифра 12 давать. Если посмотреть внимательно на две буковки, буковка Е и буковка О, то буковка Е, вот это правильная буковка. Верхняя часть буковки сделана тоньше, боковинки сделаны чуть-чуть шире. Буквка О выполнена не таким образом. Можно было догадаться, что буковка это не О, а быстрее всего, что это рамка. Под эту рамку можно спрятать фотографию, плакат, какую-то, скажем, композицию. И под эту рамку можно, как ни странно, положить часы. Тема сегодняшнего видео, влюбленные часовни замечают, что в переводе с английского на русский. Часы деревянные для молодых с будильником. Приятного просмотра вам. Сделал разметку под будильник и под шайбу. Просверил 4 отверстия с сверлом Форстнера. Сейчас приклею буковку О и буковку Е. Буквки смежные будут идти выше, чтобы объем придать, более нарядность была. И буковка Л тоже будет выше. Клею пока две буковки О и Е. Сейчас пройду сверху аэрозолькой с золотом. Подсохла краска. Обыкновенная наждачка. Патины, друзья, у меня просто нет. Поэтому... Такой рисунок получается. Вернее, процесс наклейки буковок. Две буковки наклеил. Обратная сторона композиции. Приклеил еще две таких детали. Как я говорил, центральные детали. Две боковых. Чтобы продать массивность. И, скажем, была устойчивая вся эта композиция. Еще хочу показать деталь. Буковка Л наклеил ее еще на одну такую же толщину. Хвостик буковки Л будет находить на рамочку. Вот это подсохло. Сейчас обработаю, чтобы было в одной поверхности. Две буквы будут выше. Буковка В и буковка Л. Вырезал такое сердечко декоративное. Внутри нарисовал еще меньше немножко. Края буду счищать. Буду использовать болгарку и лепестковый круг. Дерево-клен крепкое. Чтобы дремель пожалеть от тяжелой работы. Работа подошла к концу. Лирическая столярная работа выполнена. Я думаю, такую композицию можно назвать «Часы для влюбленных». А такой имеют они внешний вид. Финишная обработка. Это один слой акрилово-водного лака. Вид сзади. Вид сверху. Следы золотые от караеда. Буковки. Для изготовления использовал две породы дерева. Термодуб и ясень сухой. Буковки толстые. Много было загадок в фильме. И последняя загадка. Сердечко. Если сердечко повернут, то там маленький тайничок. Тайны от сердца. Сюда можно положить украшения из золота. Можно положить денежку. Можно положить хорошую записочку. На которой будет написано. С уважением и любовью к вам, Владимир Иванович. До новых встреч.